Вперёд! Мы прививаем спорт, любовь к спорту всем девочкам, любого возраста, 16 лет, пенсионного возраста, обучаем правильно питаться, обучаем тому, что без спорта, в принципе, жить невозможно. Выпады с блином – испытание, которое не каждому под силу. При невыполнении препятствия – штраф 30 бёрпи. Нужно командой сделать синхронных 20 выпадов с блинами, причём блины 20 килограмм весом каждого. И нет разницы для девушек и для мужчин. Форма препятствий держится в строжайшем секрете. Для многих участников стало неожиданностью – переправа через реку. Секундное замешательство и вперёд! После переправы через реку участники соревнований поднимаются по канату, чтобы отправиться на следующее испытание. 19 испытаний. 194 команды из разных округов Подмосковья. Среди них – любители, профессионалы и те, кто решил активно провести выходной день. В этот раз мы просто в восторге от гонки, потому что она второй год проводится именно по этому маршруту. Но первый раз был настолько глубокий брод, мы не ожидали. И настолько динамичные были препятствия. То есть не такие непростенькие, как первые разы, когда гонка живу спортом проводилась в Одинцовском парке. А уже уровень просто очень вырос у живу спортом. В стороне не осталась и общественная палата округа. Говорят, своим примером нужно прививать любовь к спорту и активному образу жизни. Забег уже проходит пятый год. И это уже традиционное мероприятие стало для наших участников. Начало осени. Отличная погода для того, чтобы продышаться, пробежаться в лесу. И живу спортом – это уже стал такой бренд спортивного Подмосковья. Командный дух, энтузиазм, безудержная энергия и драйв. Легендарная гонка живу спортом состоялась. Этот день зрители и участники запомнят надолго. Эмилия Ракелян, Денис Хроламов, телекомпания Одинцова.